Идея и опыт решения проблем, курс на импортозамещение на круглом столе, развитие и поддержка промышленной инфраструктуры в современных реалиях, который прошел в рамках Чебоксарского экономического форума, мнениями обменивались представители науки, производства и эксперты. Обсудить технологический суверенитет, изучить опыт Чувашии и поделиться своим в республику приехали делегации из шести регионов страны. Сейчас в Чувашии зарегистрированы три промышленных кластера. Электротехнический, кластер пищевого оборудования Аббат, Дверной. Я приводил в пример Чувашию. И я искренне и сегодня буду говорить о главе региона, что новая команда совершила, даже вы не побежали, вы понеслись. Буквально за полтора года вы подали заявки на создание не менее, вернее проработали вопрос создания не менее двух промышленных парков. Вы уже прошли отбор по четырех промышленных технопаркам. Я знаю, что вы уже направили в самую ближайшую неделю, максимум две, в рамках рабочей группы, которую возглавляет Юрий Петрович Трутнев, будет рассмотрена заявка Чувашии на создание особой экономической зоны промышленно-производственного типа. Поэтому, уважаемые коллеги, я хотел бы сказать, вот учить Чувашию, как создавать промышленную инфраструктуру, было бы неправильно. Но с другой стороны, директор Ассоциации кластеров и технопарков России Андрей Шпиленко отметил, создание площадки – это еще не гарантия привлечения инвестиций. Это вспомогательная инфраструктура, предназначенная для снижения издержек при реализации проектов. Конкуренция за инвесторов высока. Необходимо создать инфраструктуру для индустриальных парков, продумать стратегию развития. Мир государственной поддержки для этого предостаточно. Чебоксарский завод силовых агрегатов – поставщик ключевых компонентов дорожно-строительной техники для ведущих машиностроительных предприятий страны. В прошлом году предприятие запустило линейку вилочных погрузчиков. В этом предоставили коммунальный трактор «Универсал». На сегодняшний день у предприятия открываются новые ниши, новые возможности в связи с уходом, так скажем, зарубежных брендов из недружеских государств. Этими нишами нужно пользоваться. Вот сейчас совместно с Фондом развития промышленности российским, с Министерством промышленности нашим региональным, мы шагаем в том направлении, чтобы подписать проект, который позволит масштабировать наше производство и позволит обеспечить нас тем самым нужным оборудованием, для того, чтобы можно было выйти на серийный объем производства как компонентной базы, так и в целом линейке техники. Если у нас нет какой-то детали, и мы отстаем по каким-то параметрам от мирового уровня, то мы должны выпрыгнуть на него. Должны прийти к результату, сделать изделие не хуже по техническим характеристикам, чем у конкурентов дешевле и, главное, отечественное. В нефтегазовой промышленности этот принцип работает уже более трех лет. Секретами цифровых двойников поделился проректор по цифровой трансформации Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Алексей Боровков. Это уникальная цифровая платформа CML Bench для разработки цифровых двойников. Единственная в стране, единственная в мире, аналогов нет. Полностью отечественная наша разработка, Росреестр внесена. В прошлом году одну лишь только для одной из госкорпораций. 200 рабочих мест, это дорогое удовольствие, 290 миллионов рублей. То есть мы научились и коммерциализацию ридов, результатов интеллектуальной деятельности, лицензионные соглашения, то есть это все поставлено, скажем так, на поток. Вплотную над технологическим суверенитетом в стране и в Чувашии работают уже 8 лет. У нас 4 отрасли, наиболее крупные в Чувашской республике. Это электротехника, это химия, это машиностроение и это легкая промышленность. Во всех данных отраслях можно отметить ряд предприятий, которые уже достаточно хорошо развили тематику технологического суверенитета. Татьяна Трофимова, Игорь Зверев, Республика.